Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда Самарской области с экспертами Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского круга Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Что такое специальная оценка условий труда? Для чего она проводится? Какую ответственность несет работодатель за непроведение специальной оценки условий труда? В нашей студии Дмитрий Васюхин, заместитель начальника отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского круга Самары. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Пришли в нашу студию. Добрый вечер. Ну и давайте вот начнем, наверное, тогда с определения, чтобы люди понимали, что вот есть такое понятие, как специальная оценка условий труда. Вот что это такое для простого человека? Ну, существует у нас определение, которое следует из нормативного права. Оно такое большое, громоздкое. Но я думаю, что нашим зрителям будет более правильно объяснить более простыми, что называется, словами. Следует понимать, что у нас существуют государственные нормативные требования, которые регулируют организацию безопасности рабочих мест. То есть какая должна быть освещенность на рабочих местах, какова должна быть физические, химические, биологические факторы на рабочем месте для того, чтобы наше рабочее место считалось допустимым для того, чтобы на нем работали люди. Если же оказатели на рабочих местах, они у нас выходят за эти границы, в таком случае мы признаем рабочее место, так называемое, вредным. Или в отдельных случаях, если показатели совсем ишевопиющие, то тогда оно может считаться опасным на тех рабочих местах, которые у нас признаны опасными, но фактически у нас труд работников запрещен. То есть работодатель должен предпринимать целый ряд мероприятий по улучшению условий труда на этих рабочих местах, чтобы для людей выполнение работ по их профессии на их рабочих местах не представляло опасность. В настоящий момент существует только одна единая процедура, которая у нас называется специальная оценка условий труда, которая позволяет определить, то есть относится ли это рабочее место к вредным или опасным, или же она к ним не относится. И вот в такой ситуации вопрос возникает, а для чего проводится вот эта специальная оценка условий труда? Вот как раз для определения того класса условий труда, в которых вы работаете. Всего существует у нас четыре класса. Это первый оптимальный, второй допустимый, третий опасный, который делится на четыре подкласса по степени вредности, соответственно, и четвертый опасный условий труда, в которых работать, ну, фактически у нас запрещается тот трудовой кодекс. И в зависимости от того класса, в которых вы работаете, условия труда вам могут предоставляться дополнительные льготы и компенсации в соответствии с трудовым кодексом. То есть если класс вредности у нас 3.1, то есть вредность имеется, мы ее нашли, но она, так скажем, не очень в высокой степени, то в таком случае работнику будет полагаться 4% кокладной части дополнительно, дополнительные компенсационные выплаты. Если класс вредности 3.2, то к уже имеющимся 4% кокладной части нам добавляется 7 дней отпуска дополнительного. Если класс вредности еще выше, то в таком случае к двум перечисленным у нас льготам, компенсациям у нас полагается еще сокращенная рабочая неделя, не более 35 часов в неделю. А вот тогда вопрос, кстати, возникает. Вот есть предприятия, есть предприятия, сейчас не буду их называть, работая, где на определенных должностях человек может раньше уйти на пенсию. Ну это вот знаменитое, когда-то еще в СССР было выражение вредность. И сейчас оно сохранились, вот эти так называемые более ускоренные пенсии. Это вот относится это туда же, то есть это более ранняя пенсия из-за каких-то особых или вредных условий труда, или это бывает по разным обстоятельствам, в том числе работодатель может как-то дополнительно выплачивать? Вот как это выглядит? Льготное пенсионное обеспечение у нас назначается по ряду случаев, в том числе и при наличии вредных и опасных условий труда, а также в зависимости от тех профессий, которые человек выполняет. То есть у нас есть специальный нормативный акт, который как раз регулирует льготное пенсионное обеспечение по каким профессиям оно у нас предусмотрено. Человек может даже не работать на вредных условиях труда, но у него будет льготное пенсионное обеспечение. То есть, ну, это отдельные профессии, допустим, такие, как учителя. У них же пенсионное обеспечение у нас идет более раннее, совершенно верно. Ну, кстати, у них все-таки достаточно сложная с психологической точки зрения работа, и я считаю, что это совершенно справедливым, в мое личное мнение. Я нисколько не оспариваю. Дело в том, что у нас сложность работы, она не только определяется наличием показателей по вредности. Бывает, что работа у человека очень сложная, но вместе с тем вредности на этих рабочих местах у нас не будет. Это определяется у нас специальным нормативным актом, законом о спецооценке 424-м федеральным законом. И новым, как раз 1 сентября у нас вступила в силу новая методика проведения специальной оценки условий труда, это прекрасный момент труда 817-й, которым как раз этим документом и рассказывается, как именно проводится эта самая процедура, какие факторы у нас измеряются, на каких рабочих местах, потому что очень важно нам при проведении этой процедуры спецооценка как раз определить, какие факторы есть на рабочих местах. Потому что тоже тоже самое освещение на рабочем месте измеряется абсолютно не на всех рабочих местах. Вот на наших с вами рабочих местах освещение измеряться не будет, оно измеряется на тех рабочих местах, чья работа, деятельность связана с развлечением мелких деталей. Чаще всего это проводится у ювелиров, у работников каких-то лабораторий, вот на этих рабочих местах. Да, кстати, на заводе, может, например, у токарей, например, обязательно. Совершенно верно, где уровень развлечения, он, развлечения деталей как раз очень маленький. А вот вопрос тогда, кто проводит вот эту специальную оценку условий труда? Потому что это такая вещь, ну, как известно, да, какой линейкой меряют, и важно, кто оценивает, потому что здесь ведь есть детали, есть, как бы, наверное, такие, ну, моменты, которые позволяют оценить и в одну сторону, и в другую. Совершенно верно. Нужно понимать, что всю плана ту ответственность за спецоценку у нас несет работодатель. То есть он у нас ее организует, он у нас ее как-то оформляет, отписывает все документы по проведению спецоценки, но, конечно, делает он не собственными силами. Потому что у работодателя нет ни специальной лаборатории, чаще всего, ни специально подготовленных людей, а работа эта довольно-таки сложная. Поэтому он привлекает специальные лаборатории. Лаборатории это, у лаборатории этих должна быть обязательная аккредитация, соответствующая, выданная Минтрудом. Убедиться в том, что та лаборатория, с которой вы хотите заключить договорчик на проведение спецоценки, имеет соответствующую аккредитацию, можно на портале Минтруда Российской Федерации. У них есть специальный реестр всех организаций, которые у нас тем или иным образом выполняют те или иные работы по охране труда. Это касается учебных центров и тех центров, которые работают по аутсорсингу, выполняют работу по охране труда. Это аналогичная ситуация у нас и с лабораторием, которые как раз проводят замеры в рамках специальной оценки условий труда. Но, опять-таки, следует обратить внимание на что? Что нельзя просто-напросто заключить договорчик с этой лабораторией и успокоиться на этом, думая, что за вас эта лаборатория сделает всю работу, которая у вас есть. А почему так? Ну, смотрите, я плачу им деньги, я заключил договорчик, они получат денежки. И, по идее, они обязаны вот за эти деньги отработать и лишить меня вот этих проблем. Вот я просто как работодатель потенциальный просто ставлю себя на его место. А, собственно, почему? Я на них всю ответственность переложил вот этим договором и перечислением им денежных средств за работу. Ну, вот пусть будут добрые. Ну, давайте поприведу пример из темы, которая мне близка, как преподаватель дополнительного профессионального образования. Так вот, я могу сколько угодно потратить силу на обучение человеку, но если он сам не хочет учиться, то работа моя будет бесполезной. Аналогичная ситуация у нас и здесь. Если работодатель не предоставляет всю полноту информации о своих рабочих местах, то есть какие рабочие места у него есть, с какими факторами сталкиваются работники на рабочих этих местах, какое оборудование задействовано, какие организационные процессы существуют внутри организации, то этот эксперт этой лаборатории грамотно и полноценно провести спецоценку на этом рабочем месте, к сожалению, не сможет. Потому что, ну, те же самые рабочие места бухгалтера, возьмем самый простой бухгалтер, да, который есть почти во всех организациях, и, казалось бы, ну, какие там факторы могут оказывать влияние на это. Ну, да, и зачем вообще там оценивать? Да, что там, по сути, оценивать? Ну, стол, стул, рабочее место, компьютер. Факторов у нас может быть самое, что называется, многообразное количество. Там, опять-таки, в отдельных случаях, может быть, у нас бухгалтер носит спецодежду, потому что он ходит с самого рабочего места через какие-то там производственные помещения. Может, в соседней комнате стоит какое-то сложное технологическое оборудование, и в кабинете у этого бухгалтера шум стоит неимоверный. Может быть, там освещения вообще никакого нет, естественного освещения, да искусственного освещения недостаточное у нас. Поэтому просто так говорить, что эти рабочие места будут идентичны абсолютно в каждой организации, мы, к сожалению, сами не можем. Потому что каждая отдельная организация – это, по сути, отдельное государство, в котором есть нормативно-правые акты локальные, которые регулируют деятельность, и в том числе и в условиях труда, в которых трудятся работники, они тоже будут у нас с вами существенно отличаться. Если работодатель не предоставляет всю эту информацию необходимую, то ни в коем случае лаборатория не может оценить все факторы. Поэтому у нас с вами и в законе 426-м как раз о проведении спецоценки как раз у нас и говорится, что все документы у нас подписывает не лаборатория, а подписывает как раз работодатель и его представитель, члены комиссии по проведению спецоценки. То есть они утверждают, что у работодателей есть именно вот такие профессии. Взаимодействуют они именно вот с этим вот оборудованием, оказывают влияние на них именно эти факторы. Все это учитывается и указывается в отчете о проведении спецоценки. То бишь они утверждают, что мы ничего не забыли, мы все необходимые замеры провели на всех необходимых рабочих местах. Таким образом, вот как раз получив эту информацию, как раз эксперт и может проведя необходимые замеры соответствующим оборудованием и сделать вывод о том, что вредное ли это рабочее место или оно не вредное. Поэтому вот просто так сказать о том, что допустим рабочее место токаря оно вредное, а рабочее место бухгалтера оно не вредное, мы с вами ни в коем случае не можем. Бывают как раз аналогичные ситуации, когда на рабочем месте токаря условия труда будет лучше, чем у того же самого бухгалтера. Ну есть в этом логика. Тогда какие специалисты вот оценивают это все и какие специалисты нужны для этой процедуры специальной оценки? Потому что у работодателя, я так понимаю, их нет, и они ему, собственно говоря, не нужны. Дело в том, что специальной какой-то подготовки для членов комиссии по проведению спецоценки у нас по сути не требуется. То есть ни обучение какое-то специальное, ни подготовка какая-то не требуется. То есть работодателю необходимо включить в комиссию. Сразу оговорим, что проводит это, все документы оформляет не сам работодатель, а комиссия специально созданная. То есть приказом работодателя задается эта комиссия, которая стоит минимум из трех человек. У нее в обязательном порядке входит сам работодатель, представитель, который является председателем комиссии. В обязательном порядке входят специалисты или ответственные по охране труда. И если имеется, то представитель трудового коллектива или председатель профсоюзной организации. Тот, кто будет у нас как раз выражать мнение трудового коллектива. Помимо всего прочего, работодатель может включать туда дополнительных каких-то членов комиссии, которые будут как раз и оценивать, насколько полно была проведена эта самая процедура спецоценки. Но обычно рекомендуем туда включить представителей, руководителей структурных подразделений. Тех людей, которые, что называется, на местах знают, чем именно занимаются их работники. Потому что зачастую ни специалист по охране труда, ни председатель первичной профсоюзной организации, да иногда и сам руководитель организации не знает всю понату тех процессов, которые происходят именно на рабочих местах. Поэтому это тоже, в принципе, будет рационально его туда включить. Всю же работу основную по проведению, по идентификации, то есть поиску этих самых вредных факторов, которые есть на рабочих местах, по проведению различных лабораторных замеров, используя специального оборудования, у нас как раз проводят эксперты лаборатории, которые у нас аккредитованы на проведение этой самой спецоценки. Перед тем, как вы будете заключать договорчик с этой самой лабораторией, в обязательном порядке нужно убедиться в нескольких вещах. Первое, что данная лаборатория имеет аккредитацию Минтруда, то есть то, что они состоят в соответствующем реестре, и Минтруд делегировал им это право на проведение этой самой процедур, связанных со спецоценкой. Потому что лабораторий у нас с вами, в принципе, очень много, которые проводят различные замеры. Это и сопротивление электрическое, и прочие какие-то замеры. Ну, то есть, опять-таки, этих видов деятельности у нас довольно большое количество. Во-вторых, нужно внимательно посмотреть на те виды деятельности, на те, собственно говоря, виды аккредитации, по которым данная организация имеет право проводить замеры. Потому что, ну, тот же самый биологический фактор, который есть у нас на минуточку на рабочих местах медиков, на рабочих местах жилищно-коммунальных компаний, на тех, кто связан с водоснабжением, в обязательном порядке нужно проводить замеры биологического фактора, то есть воздействие его на работников, на рабочих местах. Но при этом у очень малого количества лабораторий есть такая аккредитация. И поэтому, соответственно, либо нужно выбрать ту лабораторию, которая имеет соответствующий вид аккредитации, либо указать в договорчике о том, что данная лаборатория имеет право привлекать сторонние организации на измерения именно по данному... Ну, суд подряд, так сказать. Совершенно верно, да. Потому что некоторые заключают договорчик без этого пункта, ну и, соответственно, провести эти работы, ну, не представляется ни в коем случае возможным. На это вот следует в обязательном порядке обратить внимание. То есть я правильно понимаю, что у нас на самом деле вот с одной стороны этих организаций, которые проводят вот эти виды работ, много, но с другой стороны вот нет, условно говоря, там вот 5-10, неважно, какое-то количество пул организаций, которые вот подходят всем. То есть это вот нужно как-то выбирать, кому что необходимо, и вот нужно вот в этом, что называется, разбираться и выяснять детали. Ну, это в основном связано с особыми, так скажем, специфическим видом деятельности. Это, ну, вот, как я скажу, жилищно-коммунальное, скорохозяйство, медицина, там, с химическими факторами, то, что связано, где требуются дополнительные какие-то знания, дополнительные навыки, дополнительное специальное оборудование. Почему у нас этих организаций не очень большое количество? Их, на самом деле, не очень много, а это связано с тем, что требования к этим организациям у нас у очень серьезной стороны регулятора, стороны Минтруда того же самого. Оборудование, которым проводятся различные измерения, оно стоит, ну, огромных денег. Кроме того... Даже так? Да, совершенно верно. Это, во-первых, само оборудование, во-вторых, это различные реактивы, химические реактивы те же самые, они тоже стоят довольно больших денег. Вот, поэтому, на самом деле, круг этих организаций, он не настолько большой, как может показаться. Ну, допустим, как учебных центров, в которых, в принципе, ну, затрат, надо сказать, там не очень много. Ну, по сравнению, конечно, с этими самыми лабораториями, которые проводят спецоценку. Вот, ну, внимательность, конечно, должна быть в любом случае. Мы должны, во-первых, изучить, во-первых, что же такое спецоценка и какие требования предъявляются к проведению спецоценки именно на ваших рабочих местах. То есть, по большому счету, это, в общем-то, ответственность такая, ну, работодателя. Совершенно верно. Именно работодатель. Именно он у нас будет нести всю пленоту ответственности за качество, в своевременность проведения этой самой спецоценки. Да, конечно, потом в порядке регресса, если, допустим, будет установлена вина именно лаборатории, то есть работодатель, с твоей стороны, предоставил всю необходимую информацию. То есть он шел навстречу лабораторий, а они по какой-то причине не учли что-то по своей вине. Ну, в таком случае, конечно, в порядке регресса, потом в судебном порядке можно будет отсудить у них те денежные средства, которые бы тогда тем были потрачены. Ну да, но только это очень такая длительная, сложная, печальная история. То есть это означает, ну, продолжительные судебные иски, споры, издержки и так далее, и так далее. Ну, на самом деле, на самом деле все не так сложно и печально, как кажется. Во-первых, что в этот бизнес, что называется, случайные люди не попадают. То есть чаще всего это люди, которые работают очень много лет. То есть это большие по профессионалу своего дела. Во-вторых, ответственность у этих экспертов за каждую ошибку, их наказывают не просто рублем, а сотнями тысяч рублей, иногда и миллионами рублей их наказывают. Поэтому каждая их ошибка стоит очень больших денег. Поэтому они обычно очень скрупулезно подходят к своей работе. Случаев наличия нарушений именно стороны лаборатории, это не связано каким-то кооперативным сговором, что, что называется, одни других покрывают. Вот на самом деле туда, как я говорил, случайно люди не попадают, и поэтому случаев именно нарушений стороны лаборатории, ну, очень мало. Во всяком случае, в Самарской области у нас это единичный случай, когда вот лаборатории действительно допускают существенные ошибки. Но в любом случае работодателю нужно проверять те документы, которые им предоставляет эта самая лаборатория. Потому что, опять, человеческий фактор у нас ни в коем случае никто снимать, да, ни в коем случае никто не может. Поэтому проверить нужно в обязательном порядке. Ну, понятно, да, что это не искусственный интеллект делает, хотя он тоже, говорят, может ошибаться. Вот какую ответственность несет работодатель за непроведение специальной оценки условий труда? Нужно отметить, что у нас предусмотрены штрафные санкции, статья 5.27.1 Кодекса административных правонарушений. Штрафные санкции, конечно, не настолько большие, как когда мы с вами вспоминали о проведении обучения по охране труда, где там очень серьезные штрафные санкции. И тем паче, когда мы говорили с вами про обеспечение средств, индивидуальной защиты, там вообще штрафы очень серьезные. Здесь суммы не настолько большие, но опять-таки, если мы будем рассматривать с вами, сколько можно провести работы, на скольких рабочих местах можно провести эту самую спецоценку, ну тогда сразу задаешься вопросом, а стоит ли так рисковать. Что касается штрафных санкций, то на должностное лицо, на штрафные санкции от 1 до 5 тысяч рублей, на юридическое лицо от 50 до 80 тысяч рублей. Ну и при средней цене, довольно небольшой проведение спецоценки на рабочих местах, ну почти любая организация за эти деньги может, ну кроме, конечно, огромных предприятий наших, любая средняя организация может за эти деньги провести, по сути, спецоценку на своих рабочих местах. Просто я напомню, что помимо того, что организация платит штрафы на непроведение спецоценки, она же должна будет ее потом провести в обязательстве. И получается, что затраты у нас умножаются, а иногда и многократно умножаются. Ну то есть логичнее и правильнее все это просто сделать? Конечно, обязательно. Дмитрий Владимирович, вот тогда вопрос. Если необходимо проконсультироваться, если необходимо где-то выяснить подробности, где это можно сделать, это можно сделать у вас в департаменте, это мы в отделе охраны труда при департаменте по управлению персоналом и кадровой политики. Это можно сделать где-то еще? С кем можно посоветоваться? Ну мы ни в коем случае работодателей без помощи никогда не оставляем. Это можем помочь, проконсультируйте мы. У нас есть в администрации города специальная служба, отдела охраны труда, администрации города Самары, которая как раз соответствует 72-м законам Самосковой области и занимается оказанием методической помощи всем работодателям. Также в этом процессе активно у нас участвуют наши коллеги с госинспекцией и Минтруд Самосковой области, где существует специальный департамент условий охраны труда, который также в том числе в обязательном порядке консультирует работодателям по вопросам охраны труда. Телефончики у нас всегда, что называется, открыты. На официальном сайте они есть. Наш телефончик 332-8601 и 333-4574. Можно обращаться, обязательно в порядке поконсультируем. Если кому-то удобнее обращаться к нам в электронном виде, то есть у нас есть электронная почта, опять-таки на официальном сайте, официальная страница администрации города она есть. И там же есть ссылки на наши ресурсы в социальных сетях. Телеграм, ВКонтакте, группа охраны труда в Самаре тоже всегда регулярно отвечаем на все вопросы, которые есть у наших дорогих работодателей, и в том числе и работников. Никого без помощи не оставляем. То есть можно даже вот в этой группе, например, ВКонтакте, написать письмо и как-то уже начать, ну то есть выяснять какие-то подробности, то есть в любом случае вы ответите. Конечно. Более того, мы можем прислать к работодателям своего специалиста для того, чтобы он на месте посмотрел, где есть, что называется, слабые места в организации работы, и указал на них. Причем мы ни в коем случае об этих недостатках информацию нигде не размещаем. То есть контрольные органы, но если, конечно, это не влечет за собой опасность для работников, мы эту информацию нигде не размещаем, контрольные органы не отправляем. Штрафы ни на кого не накладываем. Только всем помогаем. То есть, соответственно, если опасности для работника нет и есть какие-то нарушения, вы просто указываете на них работодателю, но никому из организаций, которые за это могут наказать, вы эту информацию не сообщаете? Не отправляем. Это по закону так положено? У нас нет такой обязанности. А у вас нет такой обязанности, соответственно, вы этого не делаете. А вот сотрудник, когда приходит, вот вы сказали, это бесплатно делается? Все услуги, которые мы оказываем, они исключительно на безобъездной основе. Это с чем связано? Это тоже, опять же, потому что такая задача, на самом деле. С деятельностью органов местного самоправления для того, чтобы именно оказывать помощь жителям нашего города. Поэтому все наши услуги, они абсолютно безвозмездные. И выезды, и проведение мероприятий, и оказание методической помощи, все исключительно на безвозмездной основе. Кстати, а проводите какие-нибудь семинары на эту тему? Семинаров у нас довольно большое количество. Вот опять-таки мы на официальном сайте, в наших ресурсах, в социальных сетях, мы размещаем довольно большое количество информации о различных семинарах, которые мы проводим. Опять-таки все семинары наши, все мероприятия, опять-таки исключительно на безвозмездной основе. Недавно провели серию семинаров, посвященных обеспечениям спецодеждой, куда мы приглашали различных экспертов, как со стороны государственной инспекции, социального фонда, так и позвали специально представителей организации, которые производят, чтобы они, соответственно, ответили для слушателей на те вопросы, которые касаются именно как выбрать спецодежду, как ярлычки читать. И в ближайшее время вот у нас пройдет целая серия мероприятий по оказанию первой помощи. Также у нас будет мероприятие, посвященное спецоценке. Опять все анонсы у нас, в наших ресурсах, они присутствуют. Там мы указываем всегда место проведения, время по проведению, ну и то, что они у нас на безобъездной основе, оно как бы априори, но на всякий случай тоже всякий раз указываем, да, потому что некоторые не верят в это, но мы всякий раз подчеркиваем, что все мероприятия абсолютно безвозмездные. Спасибо за интересную, содержательную беседу. Всегда рады видеть вас в этой студии. Приходите. Логично, спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Дмитрий Васюхин, заместитель начальника отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самары. Берегите себя, всем доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин